Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо на моем канале на YouTube, либо на моем сайте мир-ланове.ру. И сегодня я хочу вас познакомить с замечательной новостью, с интересной новостью, касающейся нашей любимой программы Паттенмейкер. Можно сказать, со сногсшибательной новостью. Программа Паттенмейкер обновилась. Да-да, вы не ослышались. Я, кстати, много раз говорила и писала на сайте, что программа с 2007 года не обновлялась. А вот в 2015 году обновилась. И сегодня я хочу вам рассказать об обновленной версии, вернее, релизе программы Паттенмейкер. Номер у нее теперь 4.07. Расскажу об изменениях, которые внес разработчик в нашу любимую программу. И расскажу, что же сподвигнуло его на создание обновленного релиза. Итак, мы с вами находимся на сайте разработчика программы Паттенмейкер, который называется HobbyWood.com. Здесь, на этом сайте, 21 марта 2015 года появилось вот такое сообщение, крупным шрифтом и красными буквами, что при последнем обновлении Windows 8 появилась ошибка при работе программы, которая заключается в том, что как только мы пытаемся открыть файлы с помощью функции «Открыть», я вам сейчас продемонстрирую, то программа просто закрывается и перестает работать. Итак, сейчас я вам продемонстрирую эту ошибку в работе программы, потому что именно примерно в это время у меня программа Паттенмейкер начала вот так вот косячно работать. Вот как только я открывала эту папочку «Открыть», вот видите, программа просто-напросто закрывалась. Ну, читаем дальше, что если программа была открыта не полностью на весь экран, а вот так вот, как бы уменьшена окно программы, то такой ошибки не возникало. Вот я вам опять же демонстрирую. Открываю папочку, теперь она у меня. Вот так вот открывается. Появилась такая проблема с программой. Кстати, одна девушка на форуме «Осинок» тоже писала, что у нее таким вот образом начала работать косячная программа. Мы тут долго все проверяли с Тираном, долго мучились-мучились, но потом Тиран догадался зайти на сайт разработчика и увидел вот это вот сообщение. И, в общем-то, мы стали ждать обновления. Так вот, буквально на днях программа обновилась. На сайте вы нигде ничего не найдете. Возможно, информация об обновленном релизе программы появится позже. Эту информацию мне донес Тиран, поскольку у него программа обновилась и самой программы. Здесь вот есть функция «Проверка обновлений», и она обновилась. Кстати, у меня вот уже новая версия программы. Как-то можно увидеть, если кликнуть на эту функцию программы, то здесь вот написано, что это версия 4.7. 2015 год. И теперь давайте я вам подробно расскажу, что новенького появилось в этом релизе 4.07. Итак, я вот демонстрирую вам обновление в письменном варианте, конечно же, на английском языке. Все вам расскажу и покажу, что же это за обновление. Первое обновление. Вот эта ошибка при открытии папки «Открыть» она устранена. Но в результате у нас теперь нет окна предпросмотра. Увы, увы, увы. Сейчас я вам покажу, поскольку, как я говорила, перед вами это уже новая версия программы. Вот я открываю эту папочку. Все нормально, она у меня открывается. Но окна предпросмотра теперь нет. Очень, мне очень жаль. Но, видимо, по-другому эту ошибку нельзя было устранить. Следующее. Как утверждает разработчик, что удалены те символы, которые исчезали при печати схемы. Не знаю, как вам это все продемонстрировать. У меня бывали случаи, что при печати символы не отображались. Отображались пустые значки. Так вот, вроде бы как эта проблема устранена, если я понимаю это обновление правильно. Следующее обновление. Появилась возможность импорта и экспорта палитры Moulin. И теперь любую палитру можно легко редактировать в текстовом редакторе, как мы посмотрим позже в Excel. И сейчас я вам это продемонстрирую. Итак, кликнули на эту кнопочку палитры, и мы увидим, что у нас появились вот таких три новых окошечка. Импорт-экспорт и вот это окошечко, на котором я остановлюсь попозже. Эти кнопочки позволяют импортировать и экспортировать палитру. В данном случае у меня DMC. Давайте вначале посмотрим, каким образом все это дело экспортируется. Итак, мы нажимаем на кнопочку экспорт, и здесь можно назвать как-то палитру и ее проэкспортировать в то место, куда вы хотите. Но я уже ее экспортировала, поэтому я ее просто открою. Как мы видим, она имеет расширение CSV. Итак, вот она у меня открыта уже здесь внизу. Открывается она простым Excel. Посмотрим, как она выглядит. Итак, здесь мы видим, сначала идет номер ниток, потом идет название цвета, затем идет кодировка цвета в RGB. Вот здесь вы видите Red Green Blue. И далее слово Yes, ну там внизу будет No. Об этом слове я тоже расскажу позже. То есть можно палитру вот таким образом редактировать по своему усмотрению, и затем, после того, как вы ее отредактируете, сохраните, вы можете с таким же успехом ее и импортировать. Здесь вот можно импортировать. Это окошко нам говорит, что перед импортом нужно закрыть все схемы. То есть вот такая вот возможность есть в программе. Более легкого редактирования системных палитр. Давайте опять я обращусь к нашим обновлениям. И здесь вот написано, что добавлена возможность разделить цвета палитры на доступные и недоступные. И сейчас я как раз вам вот расскажу, что это такое. Итак, вот появилось такое вот окошечко. Здесь есть выбор. Либо мы все показываем цвета палитры, либо доступные. Что это такое? Зачем разработчик сделал такую вот возможность? В общем-то, он сделал для того, чтобы исключить из палитры те цвета, которые уже не производятся. В частности, для DMC. Давайте я вам продемонстрирую. Итак, если мы выберем функцию все, то мы увидим, что появились внизу 6 цветов. Эти цвета уже давно сняты с производства. Их нет. Но они по-прежнему могут попасться в каких-нибудь старых схемах. И для того, чтобы они могли открываться, разработчик сделал такую вот возможность. То есть, он оставил их в палитре. Вы можете либо пользоваться всеми цветами, которые были в палитре DMC. Либо пользоваться только теми, которые сейчас имеются в наличии. Например, если вы разрабатываете собственную схему. По поводу остальных палитр я не могу сказать. Есть ли там какие-то снятые с производства, как в палитре DMC. Но для палитры DMC я думаю, что это актуально. Кстати, мне в прошлом году один из моих читателей предлагал всю системную палитру DMC откалибровать. Я даже писала пост на эту тему, что мы не будем изменять системную палитру DMC. Ну вот разработчик теперь сделал вот такую возможность выбора. Кстати, редактировать список этих доступных и недоступных цветов вы можете самостоятельно. Где это можно сделать? Это можно сделать с помощью того же экспортируемого файла. Если вы проэкспортируете, допустим, палитру DMC, то в самом конце вы увидите, что рядом с этими цветами стоит слово «но». Рядом со всеми остальными стоит слово «ес». Соответственно, все это легко и просто редактируется. Затем опять вносится в программу. Итак, следующее обновление. Следующее обновление нам говорит, что обновлена палитра DMC Perl Carton. Соответственно, 2015 году. Кроме меланжевых цветов. Но, как утверждает Иран, в патче по обновлению этой палитры не было. Зато появилась палитра, которая называется Sullivan's. Вот эта палитра. Эта палитра, насколько я знаю, популярна в Штатах. Поскольку мне как-то писал один из моих читателей из Мексики. Писал и предлагал эту палитру поместить в сборку программы. Я отказалась, поскольку мы этих ниток просто-напросто не знаем. А Perl Carton, который вот сейчас в данной сборке есть, это Perl Carton, который делали мы. Фактически это является дубликатом той же самой палитры DMC. И последнее обновление говорит, что если объяснить на доступном русском языке, то улучшилась совместимость программы с настоящими и будущими версиями Windows. А теперь поговорим об установке обновлений версии V4.0.7. Вы можете спокойно устанавливать обновления, если у вас лицензионная версия PaterMaker и англоязычный Windows. У вас программа будет замечательно работать. Но если у вас русскоязычный Windows, программа вам будет выдавать ошибки. И сейчас я вам быстренько продемонстрирую, каким образом это происходит. Для начала я устанавливаю версию изначальную 4.4. Итак, она у меня установилась, я ее не запускаю. Затем я устанавливаю обновление. Ну, как объяснил мне Тиран, что не обязательно шестую версию устанавливать. Вот мы устанавливаем обновление версии 4.0.7. Итак, вот программа у меня установилась. И здесь нам окно установщика предлагает запустить эту программу. И когда я нажимаю Finish, то программа выдает вот такую вот ошибку. Почему она выдает такую ошибку? И Тиран раскопал. Дело в том, что у нас в русскоязычной Windows разные форматы дат. Если вы посмотрите здесь внизу, я навожу курсорчик, у нас таким образом отображается дата. А в англоязычной Windows совсем по-другому. И где это настраивать, я вам сейчас покажу на всякий случай. Заходим в панель управления. Находим, показываем, конечно, на восьмерке. Хочу отметить изменение форматов даты, времени и чисел. Здесь нажимаем. И вот здесь вот у нас формат русский. А если, допустим, переставить на английский США и сказать ОК. И сейчас попробуем опять программу уже запустить. Замечу, она уже установлена. Кстати, посмотрите, каким образом у меня сейчас выглядит дата. То есть она с косыми черточками. И сначала идет месяц, потом идет число, потом год. И у меня время изменилось. То есть у меня сейчас 9 вечера, а компьютер мне показывает 9.25 перед полуднями. Итак, запускаем. И у нас программа запускается. Ну, вот таким вот образом можно решить эту проблему. То есть если у вас лицензионная версия программы и русскоязычный Windows, то эту ошибку можно исправить таким образом. Я вам на всякий случай показала. Но мы с вами этим заниматься не будем, потому что Тиран сделал новую сборку для версии программы 4.0.7. Устанавливается она легко и просто, как предыдущая сборка версии 4.0.6. И эта ошибка полностью устранена. Вот здесь я вам показываю папочку. Со сборкой программы и с портативными версиями, о которых я уже рассказывала, которые не нужно устанавливать. Они просто запускаются и работают. При этом единственное образуется здесь специальная папочка, называется Sandbox. И давайте я вам покажу, каким образом все это дело запускается в считанные минуты. То же самое окно установщика, как и у предыдущей сборки. Здесь вы можете выбрать язык интерфейса. Здесь вы можете выбрать DMC либо с новыми цветами, либо без новых цветов. И те же самые настройки. Далее кликаем установить и программа буквально в считанные секунды устанавливается. И не надо ничего менять, никакую дату. Вернее, тут она мне изменена. Я верну ее, конечно, обратно. Просто я ее запускаю и она у меня полностью работает. Это сборка русифицированная. В ней находятся все те палитры, которые мы делали, поскольку в лицензионной версии нет, допустим, таких палитр, как палитра бисера пресиоза, палитра шерсти реолиз. Здесь все это есть. Здесь наш исправленный, полностью отредактированный русификатор. Ссылку для скачивания я выложу у себя на сайте. Ну и напоследок скажу, какой вам версии пользоваться. Это вы решаете сами. Лично я буду пользоваться вот этой версией, поскольку у меня программа некорректно работает. Кстати, эта же самая сборка по предварительным данным работает и на тестовой Windows 10. И на сегодня все, что я вам хотела рассказать о новой версии программы Petemaker V4.07. До новых моих уроков, а их, уверяю вас, набежало очень много уроков по Petemaker. До новых встреч, всего доброго и ровненьких вам крестиков.